Луценко, Луценко, поделись. Как правильно ваше прозвищение покупать? Луценко Юрий Витальевич. Искусство за целый год на руке. 1925 года. Число месяц? Число месяц. Четырнадцатого года, 1925 года. Из какого часу вы бываете похоронен за этот вирус? Это не имеет отношения к справе. В этой справе я не звинувачен, а заявник. И моё утримание, между прочим, в литве, абсолютно аномальное в такой ситуации. Луценко Юрий Витальевич, это на поставленный вопрос. Я заявник, и в данном случае я потерпели. И где я проживаю, я проживаю в Менске виборной колонии. Если вы заявили, в чём вы находитеся в том месте? Вот мне сказали начальник Каролу, что это ваша особистая указинка. Систи в клетку, потому что я собирался систи, я был на своем адвокате. Винник сказал, что это ваша особистая указинка, поместите меня в клетку. Мало того, ваш секретарь намагался выручить мне памятку обвинуваченному. А я не обвинувачен в этом процессе, ваше честь. Юрий Витальевич, давайте так. Как? Есть порядок проведения судового заседания. Ни где регламентованный криминальным процессуальным в том месте. Запитания буду задавать в ходе подготовки стадии я вам и вы будете добрыли. Разумею? Но иногда может быть вам высказаться. Так и будет. Вот и сказали. Так я далеко полиции буду задерживать. Как заявник. И памятку мне, как обвинуваченному, как вы, как главующий, принимаете законное, сгідно к обрехайшему. О тих матеріалах, которые подошли до суду, и которые вы, как заявник, ставите в Британию прослеживание вас и обвинувания покараний, на данный момент ваш статус заслуживает. Это мой статус щодо менской колонии. Щодо вас мой статус заявник. Я громадянин Украины, який обратится до вас с хлопотанием, и я я заявником. Мой статус описывается тут, в этом суде, как заявник. Вы отбавляете себя давать на ответы на питание? Нет, я даю на обвинение, чем вы можете их споймать. И собираюсь давать их давать. Вы установлены обещу. Вашу ответственность. Я вас питаю, за каким выроком вы на данный момент вы отбываете покарание? Я отбываю покарание за выроком Печерского районного суду и апелляционного суда города Киева по звенувачению, которое сделано администрацией президента и в супереченном законодательстве засудили до четыре года отбывания болезни. Покарание отбывается в Минской колонии. Касаційный суд, максимальный термин призначения которого четыре месяца, уже восемь с половиной месяцев, отбывается разглядать мою заяву, поэтому мой статус на этот момент достаточно неизначен. Водбываю в Минской выборной колонии. Загиль номер семь, койка номер один. Справа одна війна. Вашу честь, а можно было бы голосовать, кто представляет прокуратуру, кто записи по КПК положил? Кто в уголочении на суде? Кто вставший по КПК? Я тут не засчитаю. Я все оголошу? Я не замешу. Два задачи. Два задачи. Которые сутки отмечены на суде, в частности, на заказе, в Украине, в Украине, в Украине, Понимаю, тут я поставлю прокурор Пугачев. Захисники, которые представляют вашу интересу, я думаю, вы знаете, это вагонет, которые были в подъемнике, а в дарих захиснице населения. Вам сегодня вручили памятничку. Мне пытались вручить памятку обвинуваченного, а я не обвинувачен в этом процессе. А памятку заявника мне не вручали. Заявник? Ну, как иначе? Почитайте, у вас заявление было заявление. Мои адвокати в моих интересах написали заявление. Юрий Иванович, я еще раз вас запитаю. Вам вручали памятничку, в которой назначено ваши права в данном судовом заслужении? Права помо. Памятничку, как вы говорите, а взагалі памятку з правами заявника мне не вручали. Не вручали. Вы разпередаете в заместку? У вас нема заявників, тут є обвинування. Юрий Иванович, памятка, в которой передбачено ваши права в судовом заслужении? Я вам запитано, что вы маете правду задавать, ну, заявляти к вопросам, я вам скажу, что стосовно других вопросам, в частности у этого процесса. Это памятнички, яка разработана не нами, а закладами, переплачено такие права. Так вручить, я вам не знаю. Расперед и подручаю. Памятка про права обвинуваченого. Это не я. Это прокурор вручить. Я их обвинувачиваю. Я заявник. Я доступно на украинский порядок. Разумею. Разумею. Дайте мне, будь ласка, памятку про права заявника, если вы хотите мне дать какую-то памятку. Но мне не нужна памятка про обвинуваченого. Это, будь ласка, Януковичу передайте, Кузьминому, их подлеглему прокурору, представникам колонии, которые там в куточку сидят. Вот они обвинувачені в этом процессе. Я у вас соответствую. Там серед бачені, что вы маете право... Нет, написано, что обвинуваченный мает право, ваше честь. Но я по-украински читаю. Если вам диньте, я прочитаю. Обвинуваченный мает право. Знать, у чинения какого криминального правопрорушения я обвинувачиваю. Это до этого процесс выносится? Ваше честь, вы не засудили, а какие правопрорушения вы не хотите? Тобто, мое правопрорушение в том, что меня не выпускают из колонии при наявности законов, которые предбачены законом. То это мое правопрорушение, а я до вас вернусь? Чи я? Юрий Петрович, я вам объясню ваши права. Так вот написано. Обвинуваченный мает право. Знать, в каком правопрорушении он обвинувачивается. Расскажите, в каком правопрорушении вы именно обвинувачиваете? На данный час ваш статус выносится на суде. Ну, так не обвинуваченный же ваша честь. Народный депутат в центре Елена Степановна. Я вам расскажу за уважение. Ще будете заважать введение процессов. До вас будут застосовываться заходы в Киеве. Ну, вы выясните. Давайте. Я вам объясню, ваша честь. Написали тут. Обвинуваченный мает право. Наверное, что вы мне это предотвращаете? Я тут у вас не обвинуваченный и даже не заслуженный. Для вас я заявник. Ваше детали, слушайте, что я вам объясню. Ні. Послушайте те, что я вам объясню. Я не обвинуваченный и не потребую паперов для обвинуваченного. Ви меня не судите. Ви маєте визначити, что я до вас вернувся законною вимогою. Або ее удовольнити, або нет. Но не занимайте меня тут обвинуваченная, ваша честь. Видучитесь от кровельных методов. Я понимаю, что вам страшно. Я понимаю, что вам страшнее меня слушать и ждать вашего вероя. Но летать. Но летать. А. Меня не пробивать, потому что вы живете на моей готовке. Навчиться, пожалуйста. А. Вы учите, что я не обвинуваченный. Вы не пробиваете меня не плосcean. Вас на самом деле никто не подвожу. Я ответую на ваши вопросы и не пробивайте меня, Я не буду вас за это. Я відповім за мобильный ступень. Чи вы мне забороняете, не говорите? Я вам забороняю главарище. Юрий Витальевич, в процессе судового заседания звезда криминально-профессионального формирующего керуя главовича. Разумело? Вам это разумело? Говорит Бог, на чей будет? Я вас запитываю. Только говорить не... Все и про что? Вы знаете, даже учени Зинаковича не удалось мне примусти говорить, что они хотят слушать. Вам тем больше. Не сподівайтесь. Я буду говорить так, я вважаю, что нужно. Это моя хотела опозиция. И не пробивайте меня, будь ласка. Майте торпеть дослушать, когда я закончу свою думку. В этом процессе я є стороной, которая подала вам заяву. Я для вас не засуден, не обвинувачен. Тому, будь ласка, вручить мне памятку, если хотите это сделать, по КПК, по права заявника. Чтобы в первой рядочке тут не стояло. Обвинувачен мае право знать, в чому его обвинувачую. Если вы мне это вручили, ваше честь, тогда оголосите, в чому меня обвинувачую. В этом процессе. Я вам еще раз раз объясню, что в данном судовом заседании вы имеете право заявлять о платформе, заявлять о вводе, дать поверхность своего подана на изоляцию, виступить в судовую дебату. Понятно. Это визуально. Вы в данном складе суду доверяете развязать праву? Нет. Я маю право за свои награды. Я в Facebook. Я в Facebook. Нет. Ну, человек сказывается. Он заявник. А даже не заявник, он апеллянт. Бо сегодня разглядывается апеллянт, с которой он не согласен в суде первой инстанции. Ну так или нет? Так. Ну, если... Ну, если... Я думаю, что тут... Хто не мает даже... И не тримал в руках криминального процессуального кодекса, розумею. И кто не мает освяти. И какие опьяновачения? Опьяновачения, это когда... Так заря не мает такого. Заря вручается... Підозру по новому КПК. Взагалі, это... Старого криминального процессуального кодекса 60-х роков. Это диктация. Продолжение следует... Простение следует...